Пять лет назад наша страна ввела продуктовые контрсанкции. Я понял, что это был шанс изменить свою жизнь, воплотить свою мечту. Меня зовут Олег Сирота, я фермер Сароваров из подмосковной Истеры. Здесь было ровное поле, не было абсолютно ничего. Я попросился в муниципалитет, мне выделили участок земли, на котором мы сейчас находимся. И я начал строиться, продал все, что у меня было. Квартиру, машину, бизнес. Была полная катастрофа с финансами, не было нормальных кредитов. Мне предлагали кредит на ферму под 23% годовых. Сейчас, слава богу, ситуация меняется. Мы кредитуем сейчас в среднем где-то под 3-3,5% в год. Это строительство коровника и оборотное средство на молоко. То есть государство явно эту дыру залатало в поддержке предпринимателей. Потому что самое болезненное в развитии бизнес, конечно, от кредитов. За 1-го господдержки я обратился в самом начале, когда купил первое оборудование. И, к сожалению, первый год мне не дали. Прямо со слезами на глазах мне говорят, деньги в бюджете есть. Ты собери документы, мы тебе дадим. На 2-й год я купил уже молоковоз и пошел, получил субсидию на него 50%. Это была фантастика. И в чистом поле начала возникать сыроварня. Сначала маленькая, потом она стала расти и развиваться. Мы сейчас растем на 200% каждый год. 200-250, бывает еще больше. И все это время мы ощущаем себе поддержку государства. Например, на строительство фермы мы получили грант 18 миллионов рублей. И смогли запустить молочную ферму на 100 коров. Сыроварня, где мы сейчас находимся, построена благодаря грантовой помощи. Грант для развития сыроваров 35 миллионов рублей. У нас есть программа субсидирования оборудования региональная, когда предприниматель может купить, например, станок или молоковоз, или машину для развоза продукции и приехать в Министерство инвестиций и инноваций Московской области и там получить субсидию в виде 30, а то и 50% за это оборудование. Мы активно пользуемся, каждый год получаем. Мы считаем это очень большой поддержкой. Именно благодаря тому, что нас активно поддерживают и, самое главное, не мешают нам работать, мы растем. Мы сейчас вышли на 15 тонн молока в сутки и уже на 40 миллионов рублей оборота. Моя мечта, чтобы мы вышли в следующем году на 30 тонн, а потом дошли до 100 в течение 2-3 лет и выдержали темпы роста от 200-300% каждый год, который у нас сейчас уже есть. Моя мечта, чтобы кто-нибудь из моих детей, у меня их уже четверо, продолжил наше семейное дело, начал варить сыр и развивать сельское хозяйство в нашей стране. И я сделал все, чтобы эта мечта воплотилась. У нас семейный бизнес. Моя мама продает за прилавком сыры, моя сестра проводит экскурсии, супруга занимается кафе, папа делает доски для хранилищ. Это семейное предприятие. И я мечтаю, чтобы он таким и остался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok